МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инженер Вольксваген признал свою вину и теперь предстанет перед судом. Немецкие весорубы стали призерами Международного чемпионата мира по валке деревьев. Берлинская полиция начинает более тесно сотрудничать с федеральными органами безопасности. Отныне улицы столицы ФРГ будут патрулировать как полицейские из местных отделений, находящиеся в юрисдикции земли, так и представители федеральной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Томас де Мезьер. Вместе с сенатором Берлина по внутренним делам Франком Хенкелем они подписали административное соглашение. Мы очень признательны федеральному министру за такое сотрудничество. Федеральная полиция вместе с местными подразделениями будет обеспечивать безопасность столицы. И такое сотрудничество должно укрепить чувство безопасности у населения. В подписанном соглашении четко описано, в какие именно сферы могут вмешиваться сотрудники федеральной полиции. В основном речь идет о вопросах обеспечения безопасности, в частности на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, по словам Томаса де Мезьера, количество полицейских на улицах столицы увеличится в разы. Мы планируем увеличить численность полицейских на улицах Берлина. Их станет больше на 7 тысяч человек. Мы постепенно формируем новый состав. В основном их присутствие усилим на вокзалах, в местах массового скопления людей, в популярных туристических районах. Напомним, после серии терактов в ФРГ в июле министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер рекомендовал правоохранительным органам федеральных земель Германии нарастить численность сотрудников. Тогда было принято решение об увеличении до сентября 2017 года штата Федеральной полиции и других органов безопасности на 4,5 тысячи человек. Гомеопаты отравились ЛСД. Конференция по гомеопатии, которая проходила в немецком городе Хаделло, расположенном недалеко от Гамбурга, закончилась массовой передозировкой, запрещенным в Германии препаратом 2СЕ, близким по своим свойствам к ЛСД. Об этом сообщает Индепендент. В результате инцидента госпитализированы 29 человек в возрасте от 24 до 56 лет. У них диагностированы проблемы с дыханием и сердцем, а также судороги. На мероприятии по альтернативной медицине, которая проходила в одном из отелей города, кто-то из делегатов угостил всех присутствующих наркотиками. Отмечается, что после этого люди стали вести себя странно, а именно шататься и бредить. На место происшествия прибыли более 150 медицинских сотрудников. Представители полиции рассказали, что даже спустя несколько суток невозможно было опросить ни одного из участников мероприятия, так как они еще не пришли в себя. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что гомеопаты приняли галлюциноген в качестве эксперимента, или же это чья-то неудачная шутка. Член экспертной группы по наркотикам немецкого правительства Торстен Пасси отметил, что пострадавшие, вероятнее всего, не были предупреждены о рисках. Сейчас у полиции нет информации, кто именно угостил участников конференции данным веществом. ЛСД – один из наиболее известных психоделических наркотиков. Он был синтезирован в 1938 году и в 1960-е активно использовался в научных экспериментах, в том числе для лечения расстройств в психике. Согласно Конвенции ООН о психотропных веществах, в 1971 году ЛСД запрещен практически во всех странах мира. Расследование по дизельному скандалу с автомобилями Volkswagen вышло на финишную прямую. Инженер немецкого автоконцерна Джеймс Лян признал себя виновным по делу о дизельном скандале. Это первое признание в рамках этого дела. До своего отъезда в Соединенные Штаты в мае 2008-го гражданин Германии Лян с 1983 года работал в германском подразделении Volkswagen по разработке дизельных двигателей. Он вошел в команду инженеров со штаб-квартирой Ван Арборе, штат Мичиган, которая занималась тестированием системы выхлопа дизельных двигателей, ставшей камнем преткновения дизельгейта. Ему грозит тюремное заключение сроком на 5 лет, хотя сотрудничество со следствием, возможно, сократит этот срок. Суд над ним состоится в январе. Скандал разразился после того, как специальное расследование обнаружило, что на большом количестве дизельных моделей Volkswagen, проданных в Соединенных Штатах, стояло программное обеспечение, занижавшее уровень выбросов во время тестирования. Для улучшения показателей использовалась так называемая программа Defeat Device, которая меняла режим работы двигателей. Германский автогигант решился на обман американских властей. Лиану первому из сотрудников Volkswagen предъявлено обвинение в связи с дизельгейтом. Скорее всего, в деле фигурирует еще несколько человек. И речь идет о тайном сговоре. Обвинение ссылается на электронные письма, в которых инженеры поздравляют друг друга с успешным запуском программы Defeat Device. А в дальнейшем продумывают варианты ответов регуляторов о высоком уровне выхлопов. Самыми паническими были высказывания «нам нужно придумать убедительную историю» и «у нас до сих пор нет никаких толковых объяснений». Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло германскому концерну обвинение в преступном сговоре для обмана американских властей, а также в нарушении положения закона о чистом воздухе. В результате на Volkswagen уже наложен штраф в размере почти 16 миллиардов долларов. BMW будет выпускать больше электромобилей. Немецкий автоконцерн в ближайшие годы разработает для нескольких автомобилей своего модельного ряда модификации с электромотором. Сейчас концерн выпускает только одну линейку электромобилей под суббрендом i – BMW i3, а также шесть гибридных моделей. Электродвигателями в ближайшие пять лет будут оснащены не только модели из этого экологического семейства. Как ожидается, модификации с электромоторами появятся в частности у моделей третьей серии – кроссовера X4 и хэтчбека мини. Глава BMW Харальд Крюгер должен представить новую стратегию автоконцерна наблюдательному совету компании в конце сентября. Основатель компании Tesla Motors Илон Маск объявил о модернизации системы автопилота. Теперь обладатели дорогостоящих электрокаров не смогут надолго устраняться от управления. Если водитель отрывает руки от руля дольше, чем на минуту на пустой дороге, или на три минуты, если перед ним кто-то едет, то в машине срабатывает звуковой сигнал. Если за час система выдаст три таких предупреждения, то пользоваться ей будет нельзя, вплоть до остановки автомобиля. По словам Маска, эти ограничения вводятся для того, чтобы водитель подстраховывал машину и не полагался исключительно на автопилот, потому что это, цитата, не гарнитура для смартфона. Модернизацию в Tesla начали после нескольких аварий со смертельным исходом. 7 сентября в Нидерландах 53-летний мужчина врезался на своем электрокаре в дерево. Машина сгорела, точные причины аварии пока неизвестны. А в мае во Флориде во время поездки в режиме автопилота погиб 40-летний Джошуа Браун. Ни датчики автомобиля, ни сам водитель не заметили ехавшей впереди фуры. Этой аварии, по словам Илона Маска, с новой версией системы автопилота можно было бы избежать. Рев бензопил разорвал мирную тишину небольшого городка Висла в Польше. Более 100 лучших лесорубов из 28 стран съехались сюда на 32-й международный чемпионат мира по валке деревьев. Участники сражались друг с другом в пяти основных дисциплинах, в том числе распиливанию на точность, очистке ствола от ветвей и замене цепи на скорость. Причем делать все это пришлось под палящим солнцем, рассказывает участник из Украины Илья Домашкин. Летом особенно очень тяжело, потому что жарко. Зимой, ну, более-менее, потому что немного прохладнее. Экипировка, все равно, голый же ты не будешь ходить, потому что опасно будет. И летом очень тяжело из-за жары. Чемпионат лесорубов впервые прошел в 1970 году. С тех пор участники борются за звание лучшего в мире каждые два года. Страна проведения конкурса все время меняется. Как уверяют судьи, соревнования всегда проходят очень напряженно. И нынешние не стали исключением. Конечно, надо быть быстрым. Но если сделаешь всего одну ошибку, то сразу потеряешь 20 очков, говорит судья. А у нас тут 20 человек наверху турнирной таблицы в пределах 30-очковой зоны. И если кто-то из них сделает ошибку, он сразу окажется 20-м. Так что здесь нужна комбинация скорости и точности. Победителем чемпионата в командном зачете стала сборная Белоруссии. Второе место заняла Германия. В личном зачете белорусы разделили первые два места. Серебряным призером стал Сергей Шкудров, а чемпионом Валерий Дурович. Нам сегодня было главное – это командное место. Я про свое чемпионство не думал. Я думал про команду. Но так получилось, что я стал чемпионом мира. И я благодарен, что я нахожусь сегодня здесь и что я стал чемпионом мира. Россияне заняли в общем зачете 11-е место. А в индивидуальном не вошли даже в первую тридцатку. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях.